Девушки отдыхают Все ясно, выходные отменяются, а я пойду осваивать новую специальность и сама стану печником, а то на мастеров слишком большая очередь. Помочь в освоении новой специальности согласился главный эксперт чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Республики Морел по компетенции печное дело Алексей Афанасьев. И вот я и пошла искать. Здравствуйте, не подскажете, где мне найти Алексея Афанасьева? Здравствуйте, девушка, слушаю вас. Меня зовут Алифтина Бокова, я вам звонила насчет освоения печного дела. Да, помню такой разговор. Я готова к работе. Вы, как сказали я, оделась в то, что не жалко. Можно приступать, наверное, сразу. Очень интересно, девушка решила познать азы печного дела. А у вас такое редко встречается? Редко, первый раз при мне. Хорошо, тогда приступим, наверное, сразу. Ну, давайте приступим, да. Ну вот, Алифтина, обучающийся, начал класть модуль, не доделал. Будем на нем заниматься? Хорошо, как скажете, вам виднее. Ну, давайте для начала замесим раствор, принесем кирпичи. Хорошо, давайте. Так, в первую очередь вам нужны перчатки. Без перчаток в нашем деле никак. Так, ну вот, смотрите, печи кладутся в длинно-шамотной смесью. Сейчас будем месить. Вы сами будете замешивать? Да, я хочу попробовать сразу. Давайте, сейчас открою вам мешок. Так как мешок тяжелый, я вам насыплю, а дальше будете миксером месить сами. Хорошо? Вот водичка. Вот у нас миксер, чем замешиваем. То есть мне уже прямо сейчас готовиться к тому, что я уйду отсюда грязная. Конечно. Не грязная, а в рабочем состоянии. Хорошо. Вот так, висит. Кнопочка тут. Вот эта. Большая? Эту нажимаем, маленькую кнопочку. А большой. И там большую нажимаем, вот эту. Давайте помогу, маленько. Да, пожалуйста, я нисколько не против. Добавьте водичку. Хватит. После замешивания раствор должен настояться 20 минут. Так он станет мягче и эластичнее. Главный секрет не в качестве камня, а в смеси. Если замесить ее должным образом, то и печь будет хранить тепло, и, что очень важно, не будет трескаться. Давайте помогу. Нет, я сама, я же пришла поработать. С этим я справилась. Теперь надо кирпичи. Теперь нужно принести кирпичи нам, да. У меня, кажется, сегодня бесплатный фитнес. Чтобы наша печка была красивая, а главное ровная, надо работать по схеме. Я еще никогда не была так серьезна. Кирпич к кирпичу, соблюдая пропорцию смеси. Любая небольшая погрешность в работе печника в будущем может привести к задымлению и даже пожару. Это специальный кирпич для печей, каминов, барбекюшниц. У кирпича есть лицевая часть, которую мы кладем наружу, чтобы это выглядело красиво, как на модуле. И внутренняя часть, похоже, вот. Это режут струной, и видно, что она внутренняя часть. Внутреннюю частью мы кладем вовнутрь. Два кирпича сюда, это для связки. Ну и дальше туда. Получается, один кирпичик надо подрезать. Да, на половинке, две половинки у нас кладутся. У меня уже руки чешутся, не могу. Сейчас покажу, сейчас покажу. Кладем раствор. При кладке печей не должно оставаться пустотки. Печь это особо такая пожароопасная. И поэтому, когда остается пустотка между кирпичами в швах, то выходить начинает дым, можно человеку гореть, углекистый газ. Швы должны быть 5 миллиметров. И используем уровень. Также смотрим вертикаль. Ну все. Теперь моя очередь. Теперь ваша очередь. Берем. А я буду все долго и медленно делать. Я понял. А к вам девушки часто приходят учиться? Нет, вы первая на моем веку, первая девушка, которая пришла обучиться печному делу. Теперь берем кирпич и мажем торец. Ой, какой тяжелый, я забыла. Больше? Да, побольше. Все. Посмотрели, где лицевая? Где здесь? Печное дело, это очень кропотливая работа. Я уже устала. Хорошо. Теперь что мне делать? Теперь берем мастерок, снимаем лишнее сверху, чтобы проверить уровень. Здесь все? Да. Теперь берем уровень. Так. Надо немножко... Нам нужно вот этот угол опустить, он задрот маленько. Убираем уровень, чтобы не сотрясать уровень. Молотком стучать. Киянка называется, не молотком. Киянкой стучать я уже умею. Раствор этот многоразовый использование. Можно не бояться, что он засохнет. Если даже он засохнет маленько, добавить воды, отстоиться, размешать, и все будет хорошо. И можно дальше продолжать работать. Где бить? Раз у нас пузырь ушел влево, значит левая сторона у нас на взлет идет. Обязательно нужно уровень убирать. Брать. Да, я когда-нибудь запомню. Да, теперь можно постучать. Еще чуть-чуть. Все. Все замечательно. Идеально. Идеально. А что мы будем делать? Вы объясните мне немножко, я запуталась. Сейчас объясню, принесу карандаш. Угольник. Я замучилась. Теперь мы, кирпич у нас 250 сантиметров, так? Угу. Тут 120 сантиметров. Ну, мы делим чуть побольше. Делим его пополам. Берем для этого рулетку. Получается у нас 125, так? Угу. И теперь идем на опасную работу. Пилить станком камнерезным. Камнерезный станок на водной остове. Когда мы его запускаем, на диск алмазный льется вода, и когда мы пилим, пыль оседает. Не так сильно пылит она, как раньше болгарка ли пилили там. Это специальный станок, чтобы работать внутри помещения, чтобы меньше было пыли. Сейчас я вам покажу, как по технике безопасности. Одеваем обязательно наушники, очки и снимаем перчатки. Так как диск может зацепить перчатку и намотает руку. Какие страшные слова вы говорите. Так, вот так вот. Это еще и опасная работа. Одеваем очки. Но в безопасности я себя все равно не чувствую. А вы сначала объясните, куда пальцы не сувать. А то я надену наушники и перестану все слышать. Берем кирпич, упираем в рамку. Так. Присмотрели, прицелились. Все попадает. Правильно? Угу. И двумя пальцами. Пальцы у вас достанут. Маленькие ручки у вас, конечно. Прижимаем вот так. Вот. Либо так, да. Прижимаем вот так. Никуда не суем, ничего не боимся. Хорошо? А если без пальцев останусь? Не надо. Вот только нам травм не хватало, да? Несчастные случаи были? Нет, будут. Я готова. Включайте. Включайте сами. Так. Так, руки не суем туда. Что сначала? Зеленую кнопку нажимаем. Зеленую кнопку нажимаем. Ну и как ощущения? Это мокро, но не так страшно, как выглядит со стороны. Мне даже понравилось. Я к счету попенила. Обязательно, чтобы пропил был в сторону шва. Чтобы наружная лицевая часть у нас была очень красивая. Угу. Кажется, что-то опять пошло не так. Кирпич выпирает. Попытки застучать его океанкой никак не помогли. Так, в чем проблема? А проблема в том, что мы шов, там тоньше по тому ряду швы, толщина шва, а тут ширше, больше. И вот эти полсантиметра у нас и дают. Будем разбирать? Да, будем разбирать. Перекладывать заново. Специалисты этой профессии до сих пор используют ручной труд. И главное для них это ловкость рук, ну и, конечно, почти идеальный взгляд, которого, к сожалению, у меня еще нет. Всего полтора часа работы, и моя шпина пошла, кажется, куда-то отдыхать. Ой, это жутко. У нас, похоже, намечается что-то интересное, но и сложное. Интересное и сложное. Кирпичи пилец под углом 45 градусов. И получается типа у нас наддверный. Проем. Проем, да. Так, ну что, Алифтина, достаточно сегодня, наверное, вы и так уже большую часть работы модуля выполнили. Причем на первый раз даже очень неплохо. Я с вами полностью согласна, у меня уже спина прям такая, хватит, пора домой. Сделать разминочку перед сном. Ага, что вы скажете о моей работе для первого раза? Для первого раза очень неплохо. Если позаниматься 4 месяца получится, вы будете профессиональным, станете профессиональным печником. Спасибо. И будете класть печь. А как называется то устройство, что мы сегодня с вами собирали? Это модуль называется печь-простушка. Это уменьшенный вид печи, отопительной печи, которая используется в избушках, в сторожках. И тут стоит труба у нее небольшая и плита, чтобы для приготовления пищи. А так для отопления, приготовления пищи. У нас вообще в республике много прям хороших специалистов по печному делу? Я не могу сказать много их, но хороших очень мало, потому что профессия печника, она как-то была забыта и сейчас стала возрождаться. Где у нас в Ежкареле можно обучиться и где получить корочку печника? У нас в республике нет такого, что готовят печников и получают корочки. Я знаю, что есть в Петрозаводске, в Карелии, там обучают 4 месяца и получают корочку печника уже профессионально. Алексей, спасибо большое за обучение и своеобразный мастер-класс. Могу сказать вам честно, мне очень понравилось, я бы даже продолжила обучение. Вам спасибо. Приходите. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!